привет мои любимые фолловеры мы сейчас находимся в школе моего сына давайте посмотрим вы кто в инстаграме я на бьюти 89 в перископе я бьюти baby а если в жизни в жизни вы кто в жизни я блогер а я кажется стал догадываться вы мама лёшеньки задова можно без фамилии это мой baby хорошо вы знаете что ваш алекс бой не учится и постоянно в планшете сидит как вот так это же ужасно вот именно планшете и живут только что купила новый телефон там камера на 2 мегаписеля круче чем прошлый его телефон и не знаю алекс бой если ты меня сейчас смотришь от холм тебя ждет очень серьезный разговор о чем здесь это все эти гаджеты они мешают ребенку учиться завтра у нас контроль на он ее завалит а вы можете это еще раз повторить или нет давайте лучше вы вы отправите это в инстаграм я тегну его и он это увидит что вы сделаете тегнул нет ну зачем же так сразу не нужно так бить ребенка я думаю с ним просто можно найти общий язык тегну это значит я его отмечу и мой алекс бой увидит ваши слова я понял тегнул с инстаграм можно я поговорю с отцом ребенка я сейчас посмотрю может он есть перископе вау он как раз тоже в школе поднимается по ступенькам три два раз привет мои фолловеры и так мы находимся в школе моего бэби к привет мой николас 85 сьюзи ты тоже здесь хай вы папа лёша задал алекс боя да я папа алекс боя что случилось ваш сын постоянно в планшете в планшете это ужасно ну хоть и вы меня понимаете алекс боя это ужасно мы же купили тебе новый телефон на два мегапикселя круче камера я с тобой дома серьезно поговорю это рели рели бед да вы понимаете что ваш сын не учится это очень очень плохо напишите об этом в инстаграм я тегну и мой сын об этом знает я понял яблоко от яблони яблоко это очень крутой бренд с вами не о чем разговаривать все я сам займусь воспитанием вашего сына все good bye 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 go go ok с алекс боем разобрались пойдем теперь школьный туалет я там вот делать пипи а вы будете лайк лайк мои дорогие подписчики сейчас мы идем в мужской туалет смотреть как делать пипи мой николас 85 лайк им подписываемся подписываемся и лайкаем боже мой куда катится этот мир куда катится этот мир именно этот вопрос я задаю моим подписчикам она поминаю вам вы находитесь в блоге ступые родители их не менее тупые дети подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а завтра я проведу им контрольную самую сложную в мире никто не справится бай-бай до завтра ну думаю тысяч двадцать просмотров у меня точно будет кошмар я больше не могу это смотреть это конечно ни в какие рамки просить меня не власть это даже это одни дети это какие-то просто садисты ну как ну где это видно чтобы учителя дарили я обещаю я разберусь с этими негодяем какой кошмар я с детства мечтала быть учителем я хорошо училась в школе я заканчивала педагогический и она иисус диплом учила чтобы стать учителем а зачем чтобы сесть на кнопку и получить по голове журналом да это всего лишь пятиклассники да а если бы старшеклассники ударили бы чтобы было с ней нет так больше продолжаться не может что же вы можете сделать вы поставите возле каждого учителя охранника нет софья николаевна вы должны дать им отпор я научу вас как это нужно делать идите сюда давайте смоделируем ситуацию возьмите журнал давайте представим что я пятиклассник вы софья николаевна ну это вы сможете представить я хочу у вас отобрать журнал вы мне его не отдаете и бросаете меня через бюро да все соберитесь давайте я пятиклассник да ага ассоциатива ассоциатива ну что вы держите его крепче крепче ага ассоциатива ну что вы ладно давайте без журнала давайте берите и бросайте меня за руку через бедро давайте я не могу бросить вас через бедро ну посмотрите на себя и на мое бедро оно хрустит пополам софья николаевна во первых пятиклассники в нашей школе примерно моего размера а во вторых вы должны это сделать сейчас либо не сделайте никогда я не могу можете я не могу давайте бросайте нет не заставляйте меня бросайте я не могу этим наниматься ну-ка взяла меня и бросила мышь очка стоят сука что ты сказал старый крич а почему это я а 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 у меня получилось у меня получилось софия а у вас получилось я вас поздравляю я ученик превзошел учителя а сейчас не могли бы вы и слезть с меня и вызвать скорую я по-моему себе что-то сломал а а а жора Софа. Жора. Софья Николаевна, нет. Жора! Софья Николаевна, вы не так поняли. Я что-то сломал, это у меня кость торчит. Софья Николаевна. Я все правильно поняла. Что они себе позволяют? Если они думают, что мое честное имя, можно вот так просто взять и запятнать? Нет. Я педагог, а не коррупционер. Нет. Нет, если они думают, что вот так меня можно взять и купить за такие мелкие бумажки. Нет. Вот возьму, поставлю двойку и посмотрим, что он в следующий раз положит. Так. Решено. Я не продаюсь. А никто не говорит продаваться. Просто взять деньги себе. Кто здесь? Никого. Просто твой внутренний голос. Возьми деньги. Не бойся. Но я не могу. Это противозаконно. Правильно. Брать взятки это большой грех. Ты же не для этого оканчивала пединститут с отличием. Точно. Точно не для этого. Нет. Но ты только подумай, сколько всего можно купить на эти деньги. Сапоги, например. Ты ведь уже три класса выпустила в своих единственных. Да. Новые сапоги мне нужны. Да. Нет, не нужны. Хотя ты можешь каждый месяц по сто гривен на них откладывать и через два года купить. в кредит. Ну, тогда мне снова придется ничего не есть. Хлеб, кефир, консерва. Молодец. Правильно мыслишь. Тем более, никто не заставляет тебя брать каждый раз. Возьми сейчас, разок. А уже в следующий раз откажешься. Нет, не откажешься. Потому что ты не сможешь остановиться. Ты будешь брать и брать, пока тебя не посадят в тюрьму. Нет, в тюрьму я не хочу. Да никто не узнает. Узнает. Ведь все тайное становится когда-то явным. Но, с другой стороны, когда я год назад взяла один цветочек со школы домой, никто же не узнал. Правильно. Бери, не бойся. Нет, не смей. Бери, не бойся. Нет, я прошу тебя, не смей. Если ты возьмешь один раз, то потом ты не сможешь остановиться. Возьмите. Ну и привидится ж такое. Так, больше сочинений на ночь не проверяю. Особенно по Булгакову. Так это был не сон? так это же календарик. Закладочка. Ну ничего, ничего. Сапоги через два года. точно куплю. Георгий Савыч, если вы по поводу моего шестого Б-класса, то я скажу, что они отличные ребята и ведут тебя всегда хорошо. нет, 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 я бы не смел вас вызывать по поводу такого мелкого события. Я вас выбрал, простите, не выбрал, а вызвал. Я вас вызвал по личному вопросу, если позволите. Как полит? Знаете, вы, простите, но я замужняя женщина. Да, конечно, вы не подумайте ничего. Вы вся такая эффектная, модная женщина. Я поэтому хотел бы, чтобы вы опытным женским взглядом посмотрели на эти два украшения и помогли мне выбрать одно из них. У моей матушки Ульяны Игоревны юбилей, 75 лет. А выбрать из этих двух украшений одно просто не хватает сил. Хорошо, давайте, конечно же, я помогу. Если можно. Так, это неплохое. Спасибо. А это ой, ой, какая прелесть еще эти инициалы. Да, да. О, и Яна Игоревна. Класс. Слушайте, вы знаете, наверное, лучше эти. Правда? Да. Я вот тоже так думал, но не решался. Спасибо вам большое, Елена Павловна. Вы мне очень помогли. Конечно, на вас эти украшения смотрятся намного более эффектно. Что? Захомутала вот таки, сучка-завуча, да? А мне говорила, что он старый хрыщ. Это правда? Я ничего не говорила. Вы что? Софья Николаевна, вы все не так поняли. Я не так поняла. Я все правильно поняла, что вы тут вдвоем во время и после уроков внеклассным чтением тут занимаетесь. Софья Николаевна, прекратите. Да что? Правда, очко режет, что вы такое говорите? Георгий Савыч, с ним ничего не может быть. Ничего не может быть. Что вы говорите? А я-то думаю, почему у нее в кабинете доска новая и карта мира ламинированная. Так вот, еще и колье себе успела отхватить. Софья Николаевна, вы понимаете, что это колье Георгий Савыч хотел подарить своей матушке на 75 лет. Вот-вот здесь инициалы даже есть у И Ульяна Игоревна. Это моя матушка. Да. А вы думаете, что я такая глупенькая наивная дурочка, да? Вот вам а не колье Ульяна Игоревна. Да УИИ это учительница истории. Вот, вот тебе. Прекратите, Софья Николаевна. Я вижу, кажется, свадок. Прочтите, Елена Павловна. Прекратите это сейчас же. Софья Николаевна, что сейчас перед нами произошло? Вы хотите сказать, что я был свидетелем сцены ревности? Кошмар. Вы, человек с высшим образованием, не могли этого заметить? Да я вам каждый день глазик строю. А я думал, это у вас нервный тик. Хотел посоветовать вам специалиста. Боже мой, Софья Николаевна, что вы делаете? Жора. Софа. Жора. Софья. Жора. Софья. Жора. Подождите, подождите. Все должно быть изумительно красиво. Бери меня. Я сумочку и журнал забыла. Отойди от меня, извращенец, накинулся на меня, как животное. Хорошая парочка из вас получится. Проститутка и маньяк. Простите. Звонок, кажется. Я могу тебя обвис... О, Господи. Она пошла. Она пошла. Дело в том, что мы с Сережей заключили договор, что за каждую хорошую отметку я ему даю по 10 долларов. Ой, какой хороший стимул. Да, неплохой. И уже на следующий день он принес максимальную оценку по математике, хотя до этого был круглым двоечником. Но это же прекрасно. Да-да, но вы слушайте дальше. Уже на следующий день он принес максимальные оценки и по физике, и по математике, и даже по химии. Ну, видите, какой хороший стимул. Результат, как говорится, налицо. Я не понимаю, что вас беспокоит. Мне кажется, что мы все этого и добивались. Меня беспокоит то, что у Сережи даже учебника и тетрадки по химии нет. Понимаете? Странно, странно. Вот и я подумал, странно. А что дальше? Дальше, вот, посмотрите его дневник. Вот. Он начал приносить максимальные оценки по всем предметам. Ага. Потом он начал приносить максимальные оценки по всем предметам, причем по пять оценок за каждый предмет. А-а-а! Я даже помню этот урок. Сереженька отвечал на каждый вопрос и без подготовки. Даже Олечка, отличница, не могла его опередить. Представляете? Да. Ну, ладно. Но как вы объясните вот это? Вот. Да что ж такое? А, вот. Это вообще нормально, что ученик получает десять максимальных оценок по уроку физкультуры? Ну, физрук у нас никогда краев не знал? Теоретически Анна Сережа мог сдать нормативы в один день. Да, да. Я думал об этом, но получается ему за неделю нужно было сдать около ста нормативов. Что вы хотите? Это нормативы сейчас такие слабые. То есть то, что я сейчас говорил, это у вас считается нормально? Конечно! Ага. Ну, в таком случае мне придется перевести Сережу в другую школу, потому что я больше не смогу его финансировать. Мне нужна школа с более высокими требованиями. Может быть, мы вместе что-нибудь придумаем? Да. Нет, нет, вряд ли. Я уже продумывал все варианты. Кредит я брать не собираюсь, а четвертую работу я просто не потянула. Извините, у меня нет другого выбора. Спасибо большое. До свидания. Извините, нет, нет. Вот физрук жлобяр, а такую схему нам испоганил. Вот эта Сережина 50 на 50 кормила всю школу. А теперь что? А теперь и Сереженька двоечник, и мы нищие. Я тебя просила. не давай ему часы. Ты его жена, дети, теща, несчастный человек. Вот тебе несчастный человек. Хорошо. Возвращаемся к старой схеме. Собрание, деньги на шторы, на ремонт. Вот физручья скотина. Такой бизнес просрал. Так, математика. Селиванов тест сдал. Петренко тест сдал. Сидоров тест сдал. С информатикой пока проблема. Вы мне объясните, что происходит в вашей школе? Это какой-то беспредел. Вот вы у нас кто? Во-первых, здравствуйте. Здравствуйте. Во-вторых, я зауч по воспитательной работе. Ну, а в-третьих, что конкретно вы имеете в виду? А, вы зауч по воспитательной работе? О, это я удачно зашла. Так вот, я требую, чтобы вы разобрались с теми, кто обижает моего сына в вашей школе. То есть, вашего сына кто-то обижает? Да, обижают всех. Ага, и кто? Старшеклассники, семиклассники, шестиклассники. Недавно взяли его портфель и играли с ним в футбол. А? Что это такое? Это беспредел. Давайте конкретно разберемся, кто обижает вашего сына. семиклассники, правильно? И не только. Физрук вместе со старшеклассниками играл в портфеле моего сына в футбол. Если я его где-нибудь поймаю, я его загоню на канат, который смазан клеем. Успокойтесь, пожалуйста. Я как мать вас понимаю. Но это же дети. У них игры такие. Дети? А физрук ваш тоже ребенок, что ли? Наш да, к сожалению. Я им скажу, чтобы они больше в такие игры не играли. Кто-то еще обижает вашего сына? Конечно, конечно. Трудовик недавно сказал, что если он, мой сын, не побежит за чекушкой, то он его туфли придет к полу. Позовите мне его сюда, этого трудовика. Я ему чекушку к голове его дурной прибью. А можно поговорить с вашим сыном? Я хочу лично услышать это от него. Конечно. Только я вас очень прошу, вы на него не давите. Иначе я вам тоже кое на что надавлю. Сыночка, зайди. Что, мамочка? Сыночка, подойди ближе. Вот тетя, которой ты должен все рассказать так, как рассказал, ты это ко мне? О, замазюкался, боже мой. Абрам Моисеевич, наш учитель информатики? Да. А почему вы сами лично ко мне не подошли и не рассказали обо всем об этом? Я вас просила на него не давить. Я требую, чтобы вы разобрались и наказали всех виновных. В качестве профилактики я буду ходить с моим сыном на все его уроки. И не дай бог кто-нибудь его обидит. Я сама лично им руки-ноги поломаю. Сыночка, в каком классе у тебя сейчас урок? Сейчас бабушка в седьмом Г, я боюсь. Это там, где этот Петя Сулеванов? Да. Не бойся, сыночка, я ему так плюну, что он умоется. Скажите, пожалуйста, а вы могли бы поговорить в таком тоне с нашей директрисой по поводу повышения зарплат для учителей? Сыночка, ты хочешь, чтобы тебе повысили зарплату? Хочу, мамушка. Хорошо, я поговорю. О, благодарю. Но она такая стерва. Не переживайте, я умею кое на что надавить. Ей проще будет повысить зарплату, чем потом оплачивать лечение. Ну все, будьте здоровы. Мы пошли на урок в седьмой Г. Здравствуйте, Евгений Михайлович. Здравствуйте. Извините за опоздание. Ничего, ничего, это привычно, что-то наша медицина опаздывает. Что вы хотели? Евгений Михайлович, у меня сегодня прививки у детей, но тут такая ситуация, как бы... Мама, мама, мы сегодня с Мишей будем делать укольчики дяди. Настенька, ну что ж ты... Я понял, понял, ладно. Идите работайте, я посижу с вашей дочерью. Спасибо вам. Вам правда не трудно? Елизавета Васильевна, я 15 лет проработал в этой школе заучен. Я с такими хулиганами справлялся. Ну что думать, я с маленькой девочкой не справлюсь, что ли? Спасибо. Настенька, веди себя хорошо. Хорошо, мамочка. Пока. До свидания. Всего доброго. Девочка, ты рисовать любишь? Да. Вот на тебе тетрадку одного двоечника, он бери карандашик, рисуй, что хочешь у ней. Все, все равно лучше от этого он учиться не станет. А откуда берутся дети? В школу их приводят родители. А у родителей откуда они берутся? Я не знаю, я учитель истории. Это у биолога нужно спросить. А кто такой биолог? А биолог это учитель такой. А кто такой учитель? Учитель. Это человек, который учит деток. А откуда берутся дети? А почему трава зеленая? А почему голуби странно ходят? А почему дождь мокрый? Ну, слава богу, Елизавета. Так, Евгений Михайлович, я вам знаете, как скажу? Эти дети, они ах, ах, эти дети, ах и ох. Впервые соглашусь с вами, дядя Демитий. Не часто такое слышу. А это что, новая училка? только с института реформа, во. Это дочка нашей медсестры. Здравствуйте, дяденька. Здравствуйте, тетенька. Вы знаете, откуда берутся дети? Знаю, но тебе не скажу. Не знаете, не знаете. Знаю, знаю. Не знаете. Знаю. Сто миллионов пятьсот. Не знаете. Сто миллионов пятьсот один, знаю. Не знаете. Знаю. Не знаете. Знаю. Не знаете. Знаю. Не знаете. Не знаю. Знаю. Не знаете. Ну что, я пришла. А, у вас тут тихий час, Да. Они три часа спорили, почему у муравья попка соленая. А потом уснули. Ладно, я свою спираю. Ага, ну только моего не трогайте. А то он проснется, плакать будет. Наша Настенька его до слез додавила. Вот Мишка только ее успокоила. Вот и накрыла я вашу шайку-лейку. Я закрываю этот эксперимент. И мы возвращаемся к классическим методам преподавания математики, Евгений Михайлович. Скажите, пожалуйста, а что, собственно, вас в этом эксперименте не устроило? Что, не устроило? Да. Потому что вы на уроках математики устроили казино. У вас не класс математики, а игровой зал. Я в первую очередь учу деток цифрам. Да, не спорю, но цифры они выучили только от 1 до 36. А зеро? О, вернее, ноль. Мои дети прекрасно перемножают в уме. Да, на 2, на 5 и на 7. А когда они к 10 прибавляют 12, то это у них называется перебор. Это только на первый взгляд кажется, что мы с детьми играем в казино. На самом деле мы изучаем алгоритмы, теорию случайных чисел, а это уже высшая математика. А это кто? Ну как кто? Крупье. А, вернее, студент из ПЕД. Скажите, а дети играют на настоящие деньги? Разумеется. Мы принимаем даже телефоны. Это основное условие обучения. Дети должны понимать, что такое риск. Например, вчера я выиграл потрясающий дорогой кожаный портфель. Но самое главное, наши дети развивают память. Они могут запоминать сложные комбинации. Да, да. Даже я знаю названия этих комбинаций. Стрит, фуллхаус и флеш-роял. Дети приходят в черных очках на уроки, и когда ты им ставишь оценку, то непонятно, радуются они или нет. Это, кстати, называется покерфейс. Умение контролировать эмоции. А я вас попрошу выйти вон из кабинета и покинуть пределы школы. А может, мы с вами договоримся? Мы могли бы, кстати, организовать очень прибыльный бизнес в столовой. Вон отсюда. А вот с такими эмоциями в покере вы вылетели бы после первой раздачи. Всего доброго. Я понял, понял. Эксперимент закрываем. Да, закрываем. И биологу передайте, чтобы он сворачивал свои крысиные бега. У нас и так школа переполнена. К нам идут дети со всех окрестных школ. И не за знаниями, между прочим. Это гениально. Это просто восхитительно. Спасибо вам большое. А ты что такой довольный весь в милу? Ой. Просто благодаря нашему математику я внедрил у себя на физике новейшие методы изучения моего предмета. Теперь дети в два раза лучше знают траекторию, инерцию и кинетическую энергию. Обожди. Вы что, в классе бильярд поставили? О, только что сваяка забили. Вы сдурели совсем, а? Так, новаторы хреновые, чтобы завтра этого всего в школе не было. Как это не было? А у нас же там это ж серьезное дело. Да, я согласна, доходы выросли. Но мы возвращаемся к классическим схемам. Деньги с родителей на ремонт и шторы. Это хотя бы полузаконно. Ну, знайте реально. Ну, выделите нам хотя бы подвал. Правильно? Да. Плановая медицинская проверка. Хорошо. Мы вас ждем. Угу. До свидания. Да. А, можно? О, наконец-то не будете на детей перегаром дышать. Ну, Надежда Константиновна, мы, у нас серьезная проблема. Я знаю, пиво подорожало, денег я не дам. Не, 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 вы не понимаете, мы по поводу этих пред... По поводу детей. С детей собирать деньги я тоже запрещаю. Надежда Константиновна, у нас в школе серьезный вирус. Я знаю симптомы. Сухость во рту и головная боль. Бадун называется. И жертвы всего две, да? Ну, зря вы так. Ну, зря. Ну, реально, вирус косит школу. Трехзвездочный вирус. И через маску я это уже чувствую. Ну, вы как хотите, Дежда Константиновна, но детей там пачками вывозят. А отвечать за это будете вы. Так что, извините. Мы хотели предупредить вас. Ээ, подождите. Вернитесь. А я почему не знаю об этом? Так сестричка ж бежала к вам сообщить. Не добежала, бедная упала. Вот там в коридоре лежит. Боже мой, за что это нам? А что, сестричка, географ здорового бычара, его вывезли, увезли, все, все. А он мне, сволочь, двадцатку должен был. Вот видите, еще одна жертва. Спасайся, кто может. Он же скорую вызовем, а? Да какую скорую вы нам уже не поможете? Сами спасайтесь. Спасайтесь, Надежда Константиновна. Быстрее бегите отсюда. Бегите, не оглядываясь. Бегите. Все, все, дядя Митя, не переигрывай. Да я реально свиной подавился. А я уж было, поверил. Ну, правда, по-моему получилось, она даже журнал забыла. Да, главное, что она забыла вакцину. Вот она. Дядя Митя, она не заметит? В смысле? Ну, что у нее это? Да ладно, ты чего? У нее вон, смотри, грамота есть. Ты чего? А за грамотой, опа. Ага, она зажиточная. Ну, за здоровье. Здоровье-то важно, за него и вольт. Черт, побери. Журнал забыла. Одиннадцатого. Больные, значит, лечитесь, да? Ну, вас уже ничего не спасет. Хорош, дядь Митя, вы скусили нас уже. Да я реально, что-то. Значит так, с этого дня объявляю карантин для вас. Будете работать в противогазах. И я каждые полчаса буду проверять баллоны, чтобы вы туда свое сорокоградусное лекарство не добавили. Ну, надежды, Константиновна. Иначе пойдете на больничный, неоплачиваемый, с уколами и клизмами. Ясно? Поняли, поняли. Сейчас мы только для профилактики чукапук. Вы больны. Вам нельзя. Морж работать. Ты больной, тебе нельзя. А эпидемия – это реальная угроза. Кто пришел? Носков? Пропустите его. Он пока у нас еще учится. Да, да. Константиновна, можно? Заходи. Что вызывали? Саня, у меня для тебя плохая новость. Ты опять остаешься на второй год. Ядрит, мадрит! Да что за фигня вообще происходит? Слушай, ты в кабинете директора. Выбирай, пожалуйста, выражение. Короче, Константиновна, вы меня уже десятый раз на второй год оставляете. Мне 28 лет, у меня семья есть. Вот семья у тебя есть. А аттестата у тебя нет. Да нафиг мне надо ваш аттестат. Я вон диплом о высшем образовании в переходе купил и нормально. Да, диплом-то ты купил, а аттестат в переходе ты не купишь. Да блин, задолбали вы с вашим аттестатом. У меня из-за него повышение мне не дают на заводе, блин. Я тебе аттестат дам, но если ты исправишь двойку по биологии, на тройку, как по химии. Ну так по химии, ё-моё. Химию я знаю от зубов вообще. Я же главный технолог на химическом заводе. Саша, делай, что хочешь. Можешь биологу денег дать, можешь ему огород скопать, цветок подарить, но двойку ты обязан пересдать. Ты меня понял? Ладно, ладно, короче. Дам я штуку бакса этому вашему биологу. Пускай ставит тройку. Что хочешь, то и делай. Да сделаю, сделаю я. Я же до Константиновна вызывали. Да, присаживайтесь. Малая, ты что здесь делаешь? Константиновна, вы что мою жену вызвали? Увидеть ей волноваться нельзя. Ой, извините, пожалуйста, я и не знала, что вы беременны. Что? Он уже натворил опять. Да не волнуйтесь, не переживайте. Мы с ним уже обо всем, обо всем договорились. Все, все, все будет хорошо. Он пересдаст и все. Спасибо вам большое. Я вижу, вы беременны. Дай вам Бог. Жайчик, мы тебя ждем в коридоре. Хорошо. Ладно, Носков, за биологию я тебе договорюсь. Ну вот, по половому воспитанию тебе два. Ишь ты, какой умный. Школу он еще не закончил, а детей уже надумал заводить. Так по какому половому воспитанию? Что вы рассказываете? Нет у нас такого урока. А вот и есть. С этого года. И я веду этот урок. Половое воспитание? Да. О, так это прикольный предмет. Пожалуй, еще на годик у вас останусь. Только, Константиновна, а можно, короче, этот урок не вы будете вести, а это наша новая биологичка, ну, которая на два года младше меня. Чего? Чего не я? Так с ней хоть практически занятия устраивать можно. Стыдно, Носков. У вас жена беременна. Вам два. По половому воспитанию. Эй, да ладно, я пересдам, ну ты ли, ну че там. Ну давайте вам сдам уже, ладно. Ольга Михайловна, я вас очень прошу, успокойтесь, возьмите себя в руки, все будет хорошо. Здорово, Константиновна. Здравствуйте, Егор Григорьевич, здравствуйте. Чего вызывала? Я ж типа на работе, мне нельзя отлучаться. Хотя тут совпало. Клиент как раз отключился и отлучился. Присаживайтесь, пожалуйста. Я хотела бы вас сегодня познакомить с новым классным руководителем вашего Максима. Знакомьтесь, Ольга Михайловна. Здравствуйте. А что, опять новая классуха? Я ж только недавно, на прошлой неделе, знакомился с одной. Что такое, Максима опять куда-то переводят? Нет, это только в интересах Максима. Он был в классе А, теперь в классе Б, чтобы подтянуть предметы гуманитарного цикла. А, ну да, ему как раз надо, у него там проблемы с этими геморр... Гуманитарные. Да, с ними у него проблемы. Егор Григорьевич, вы не переживайте. В новом классе я вас оставляю председателем родительского комитета. Ага, спасибо за доверие, мне это льстит. Хера себе, откуда у меня это слово сейчас. Это все сраное влияние вашей школы. Ну, не смею вас больше задерживать. Ольга Петровна введет вас в курс дела. Ага, все, я тебя запомнил. В смысле, приятно познакомиться. Кстати, нормально отыграть. До свидания. Давай. Надежда Константиновна, я не понимаю, ну почему вы переводите ко мне в класс вот это? Это же ужас какой-то. Если бы в вашем классе нормально сдавали на шторы, ничего этого не было бы. А так, Егор Григорьевич, профессиональный коллектор. Вы представьте себе ситуацию, что в вашем классе кто-то не сдаст на шторы с таким-то председателем родительского комитета. Боюсь себе такое даже представить. Жаль, жаль, что его нельзя с девятого в седьмой класс перевести. Там плохо сдают на линолеум. Слушайте, может, сына оставить на второй год? Два раза, а? Ну, знаете, я его сыну плохие отметки ставить не буду. Я жить хочу. Да ладно, мы трудовика попросим его легче заменить.